Всем привет! Эх, ребята, третий ролик на нашем канале Покемоши Лайф про знатные поезда музея в Ташкенте. После вагона с куполом для оборзения первого электровоза ДПУ Горьки сортировочной пришел очеред корыта. Р-2-12-70, вот тебе весь сказ. Чтобы джентльмен понимал, это единственный электропоезд музея, да куча постоянник, хотя сейчас в Узбекистане переменка. Историческая справка. Компания «Узбекистон-Тамир-Йолари» была создана в 1994 году на базе бывшей среднеазиатской железной дороги. Протяженность путей 7400 километров, из них проволоку имеет почти 2500. Подвижной состав до сих пор располагает уважаемыми ВЛ-60К и с недавнего времени скоростным поездом «Тальга-250», который тут называется «Афросиап». Наш герой непростой. Построен был в Риге в далеком 1981 году в составе 10 вагонов. Прям как Р-9-10, который пошел по рукам. Смотрим предыдущие ролики. После постройки машина сразу поступила в Узбекистан, где на тот момент был постоянный ток. А потом подключили переменку. И вот однажды задумали фермеры сделать особый поезд. Стояла темная-притемная ночь, бушевала гроза и скрипели вековые деревья. Но не было до этого никакого дела кудесникам из лабораторий Сандос. Они выцепили головные вагоны и вместо них к оставшейся части поезда притаранили, о май, секции ВЛ-80С. Получилось что-то вроде этого. А с головами поступили так. Одну из них пустили в расход, вот фоточка. А второй, повезло так повезло. 4 августа 1989 года в Ташкенте открылся Большой железнодорожный музей. И именно этому вагончику руководство дало путевку в жизнь. В смысле в музей, в качестве экспоната. Да, корыта-то, наверное, порадовалась. Инфосотка. Ну и вот, с тех пор пациента можно наблюдать здесь. Но внутрь, внутрь доступ был запрещен. Доступ закрыт. Где это? Да вот фиг тебе. Однако, о чудо, Мирикл. Недавно стало возможным увидеть большинство экспонатов изнутри. Одним из них и явился этот чудо-вагон. Го внутрь. Тарам. Вот он в кабине машиниста. Ну да, туда доступа нету. Но зато кабина. Оригинальная, кстати, почти. Кран машиниста. Ну да, здесь уже был кран 35-й. Кофемолка осталась. Вот так вот в ноль. Кофемолочку. И вот идёт. Первое. Второе. А дальше. Тогда-то развернули здесь барабан. Ну да ладно. Вот она, видишь, панель. Приборов, сигналы, лампы, выключатели. Такие же, как на правиле, 60-е и всё остальное. И сюда фон локомотивный. И вот прожектор. Видите, лампа со спиралью. То есть, возможно, просто светится. Ну, помощника всё по базе. Что? Валт ручного тормоза. И зато кресло, смотрите, притаранили как вы. Практически оригинальное. И у машиниста тоже. Найс. Это радует. Да. Давайте сейчас я его сфоткаю на телефон. И мы потом продолжим. И потом обзор отсюда музея. Смотрите. Начинаем от Т2. Что ж, джентльмены. Прикольный аппарат, который удалось осмотреть со всех сторон. Вполне возможно, единственный сохранившийся R2 в Узбекистане. Поэтому ставьте лайки и всё такое. Конечно, нужно проверить подписку на канал. А, кстати, что бы вы предложили для боковых окон взамен этих кринжовых чёрных заглушек. Мы решили в качестве бонуса к этому ролику показать вам ещё один вагон. Пассажирский и так же непростой. А переделанный с использованием кузовых панелей от уважаемого трамвая РВЗ-6. Вагон создан по типу того, который когда-то юзал Бухарский мир. Вот, видны панели кузова РВЗ-6, заклёпки и жалюзи. Вот такими-нибудь плюшечками. Но, с другой стороны, я в мертвых каких-то так жил. А РВЗ-6 это уже 60-е годы. Значит, тут что-то они тут, седятина какую-то. Вот такая, видишь, калитка. Можно тоже зайти. Ленорин уже современный. Ну, а лавочка, что это назвало более. Интересно, что каркасы Сидух также от трамвая РВЗ. Жаль, не мягкие, коими были когда-то на стоковом вагоне. А вы узнали в нём следы рижского аппарата? Напишите в комментах, прям не знаю. И ещё черканите, пожалуйста, о каком аппарате из музея сделать рассказ в следующем ролике. Спасибо большое всем за просмотр. Всем удачи и до новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok